Параллелограмм. Четырехугольник называют параллелограммом. Если у него противоположные стороны параллельны, и две другие противоположные стороны тоже параллельны. Напомню очень важную теорему, которую мы сегодня будем пользоваться. Если есть две параллельные прямые, которые пересечены какой-то третьей, то вот эти вот углы все четыре равны. Если взять, провести две параллельные прямые и провести две другие параллельные прямые. Сразу давайте обсудим, почему у параллелограмма есть такое свойство, противоположные стороны равны. Да? А не параллельны. Почему они равны? Параллельны – это одно свойство, равны – это совсем другое. Равны – это длинный отрезок равны. Теорема Фалеса в доказательстве, у нас как раз там не используется фалилограмм, конечно, что никогда нельзя устраивать порочный круг. То есть никогда нельзя пользоваться в доказательстве теоремы той, которая из нее выводится. Поэтому говорить слова о теореме Фалеса странно, поскольку в доказательстве теоремы Фалеса как глаграмм рисуют. Провели две параллельные прямые и провели другие две параллельные прямые и непараллельные. Я, конечно, криво нарисовал, но надеюсь, что вы понимаете, что я имею в виду, что дано параллельность положенных прямых и параллельность других двух параллельных прямых ложек. Доказать равенство отрезков. Ну, не знаю, а чем мы вообще можем пользоваться? Вот есть так, подумайте. Линейка – это прибор для построения, для рисования. Пятый постулат Евклида – это о том, что через любую точку параллельно прямой можно провести одну единственную прямую. Ну, это, конечно, верно, но как-то поможет для доказательства равенства. Чем можно пользоваться? Какие, в принципе, есть средства рассуждения? Вы хотите, чтобы у вас прозвучало какое-то рассуждение, и в конце было бы сказано, значит, АВ равно СД. Да? Можно доказать то, что треугольник АВД равен треугольнику ДЦВ. Ну, то есть еще одно. Называется признаки конкурентности треугольника. Абсолютно верно. Действительно, ребята, это же совсем простые вещи, вот эти вот равенства, и поэтому в доказательстве вы тоже должны пользоваться какими-то совсем основными, совсем простыми вещами. Конечно, признаки конкурентности. И вы абсолютно правы. Действительно, самое разумное, что здесь можно сделать, это провести диагональ. Хотите АС, хотите БД. Что у нас в таком случае сразу возникает? С треугольника. Но посмотрите на правую картинку. Ну, смотрите по той... Там, где у нас прямые были пересечены, что у нас будет? Равные углы. У нас будут равные углы. Смотрите. ДЦ параллельно АВ, значит, вот эти углы что? Равные. Отлично. АД параллельно БЦ, значит, эти углы что? Равные. А вот теперь посмотрите на два треугольника. Значит, внимательно смотрите. Один треугольник. Это треугольник АДБ. Здесь, кстати, важно в каком порядке писать буквы. Слышите? А, Д, Б. Не помеченный угол, помеченный одной дужкой и помеченный двумя дужками. С другой стороны треугольник С. Если треугольник конкурентный, значит, соответствующие стороны равны. А какие у них соответствующие стороны? Сторона АД это БЦ. Вот оно. Вот оно. Сторона АБ это СД. Все отлично. Все отлично. Свойства четырехугольника. Мы сейчас только что доказали, что если есть параллелограмм, если противоположность стороны параллельны, то в таком случае выполняются такие свойства. А давайте подумаем. А если такое выполняется, то это фигура параллелограмм или нет параллелограмма. Итак, рисую какой-то там четырехугольник. И вот представьте себе, что у него я знаю, что противоположные стороны равны, и эти две противоположные стороны тоже равны. Смотрите, что можно сделать. Можно провести тогда ту же самую диагональ. И теперь по какому признаку эти трехугольники будут, как правило? По трём сторонам. По трём сторонам. Отлично. А если они по трём сторонам, то в таком случае этот угол равен этому, этот угол равен этому. Ребята, А значит, эти прямые что? Если эти углы равны? Параллельно. А эти прямые что, если эти углы равны? Параллельно. То есть, оказывается, что это не только свойство, но и признак. Вообще, все понимают вот эти вот слова? Признак, свойство. Понимаете, в чём слово? На самом деле, иногда говорят так. Необходимое условие, достаточное условие. Ну, давайте на более понятном деле, языке разберём. Едет по дороге что-то. Есть ли четыре колеса? Мы не знаем. То это автомобиль или не автомобиль? Автомобиль. Необязательно. Может быть телега. Может быть телега. Может быть, это даже коляса с маленьким ребёнком. Замечательно. Давайте наоборот. Если это автомобиль, то обязательно четыре колеса? Нет. Тоже не обязательно. Отлично. Всё. То есть на житейских примерах вы это понимаете. Теперь на примерах более математических. Итак, что значит признак и что значит свойство? Если у вас есть какой-то объект, есть какой-то объект, ну, например, четырёхугольник, есть такое свойство лежать в плоскости. Лежать в плоскости. Вы согласны, что все четырёхугольники, которые мы сегодня рассматриваем, лежат в плоскости? Да. Замечательно. А теперь вопрос. Теперь вопрос. Если у нас что-то лежит в плоскости, то обязательно у него четырёхугольник? Нет. Нет. Замечательно. Замечательно. Так, а теперь ещё один. Вообще-то ещё надо пару слов всё-таки сказать, чтобы было совсем понятно. Скажем так, у квадрата сумма углов 360 градусов. Это правда? Да. Замечательно. Это свойство квадрата? Нет. Да. Это признак квадрата? Нет. Нет. Если нам дали фигуру, у которой, у четырёхугольника, у которого сумма углов 360, то что? То это не обязательно квадрат. Например, это может быть прямоугольник. Это может быть любой четырёхугольник. Согласна? Да. Так, ладно. Выпуклый. Что-что? Выпуклый четырёхугольник. Они выпуклые. Это ты зря. Если у нас есть невыпуклый, то вообще-то мы это даже обсуждали. У него сумма углов тоже всё в порядке. Потому что он состоит из двух треугольников. Да, что? А у этого параллельного грамма и параллельность сторон это тоже не совсем приемлемо, что у квадрата и у прямоугольника тоже саду. А вообще квадрат это параллельный. И прямоугольник это параллельный. Нет, как раз параллельность сторон это как раз и есть определение параллелограмма. Понятно, да? По поводу всего этого есть очень простая вещь. Представьте себе, что я выйду на площадь Москвы и начну там декламировать параллелограмму противоположную сторон и равнуюсь. Представьте себе, что будет. Представьте себе, что я выйду на площадь где-нибудь в Москве и ну я это не умею, но есть люди, которые это умеют. Скажем, начну исполнять какое-нибудь классическое произведение. Какое-нибудь хорошее результат тоже будет совершенно чудовищный. Меня совершенно не поймут, что это он такое. Может, денежку подадут? А? денежку подадут? Есть и немало абсолютно культурных студентов и так далее. Но вот эта вот сама идея включать виск, она, между прочим, пошла очень даже не надо думать, что это от народа. Я статарматистом в родном городе жил очень близко к городской дюрьме. Ну так случилось, там тюрьма была почти в центре города. Заключенным там с самого раннего утра включали вот такого типа музыку. громкую, от которой в принципе невозможно никуда спрятаться. Громкую музыку, которая абсолютно давила на психику, на мозги и весь день они были подняты. И поверьте, ученые были этому абсолютно не рады. Так вот, когда это насаждается, вот так вот насаждается, 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 понятно, что рано или поздно бывает соответствующая реакция и людям начинает казаться, что они это любят. То есть, ребята, поверьте, музыка это совсем никогда орет много децибел и мешает другим. Нормальные люди слушают музыку в наушниках и слушают не то, что все другие, а слушают то, что именно они в этот момент хотят. Понимаете, да? вот такие мероприятия они лишают человека главного, они лишают человека ощущения самостоятельности. Вот если вы вспомните Германию 30-х годов, то что там было? Там были факельные шествия, понимаете, да? Огромная толпа идет ночью там с факелами все как один, и там не только у нас сейчас, но и настоящие континенты тоже есть. Это не важно как спали, важно как при этом думали. Диагонали делят параллелограмм на 4 треугольника. Докажите, что из этих треугольников какие-то два равны и другие два тоже. Если честно, мне кажется, это настолько очевидная задача, что даже и говорите что. Итак, мы уже знаем, что противоположные стороны равны и мы уже знаем, что вот эти противоположные стороны равны. Да? Да? Это можно узнать по двум углам одной стороне, конечно, что тема. Ну, на самом деле по-разному это можно узнать. Эти углы это вы уже поняли? Про эти углы вы уже поняли? Да. Замечательно. Теперь скажите, пожалуйста, этот угол ДАС чему равен? АСБ. АСБ, конечно. Почему они равны? Потому что есть две параллельные прямые и их пересекающие. Правильно? Замечательно. А вот этот угол ДЦА и ЦАБ с ним что? Равны. Согласны? Да. Замечательно. Так, а теперь внимательно смотрим. Вот этот треугольник и вот этот. Понимаете, что у них есть равные стороны и прилежащие углы? Да. Здесь, да? А теперь эти два треугольника смотрим. Да. равные стороны и прилежащие углы. Увидели? Да. Замечательно. Ребята, а что это означает? А это означает, что вот этот отрезок, знаете, чему равен? Вот этому. Объяснил? А этот отрезок чему равен? Нет. Это. Это. Господа, только что доказали. Да, что? Там еще один способ есть, там вертикальный V, значит, нет. Вот, а, В двум углам можно добавить еще и третий. Но на самом деле малосмысленно, потому что если два угла, то уже из-за того, что сумма углов 180, то и третий автоматически. Вы, конечно, правы, что да, конечно, вертикальные углы тоже равны, но куда же им деться? Если у вас две прямые пересекаются, то, конечно, вертикальные углы возникают, и здесь возникают, разумеется. И вот, нет, я про другое хочу сказать. Мы уже поняли, что вот эта точка, чем является для параллелограмма? Центром симметрии. Молодцы. У параллелограмма есть центр симметрии. То есть, вот этот отрезок АО равен отрезку ОС, отрезок ОБ равен отрезку ОБ. Отлично. Точка пересечения диагоналей параллелограмма делит каждую из диагоналей пополам. Это я только что объяснил. Правильно? Каждая диагональ делит другую пополам. Если в четырехугольнике противоположные стороны по парам равны, то это параллелограмм. Мы это уже делали. Молодцы. В четырехугольник, в котором противоположные углы равны, одна пара и другая пара равны, является ли он параллелограммом или нет? Давайте смотреть, что у нас дано на этот раз. Так, кстати, вот это очень важное я рисую сейчас картинку, вовсе не параллелограммом. Представьте себе, вот этот вот угол равен этому и вот этот вот угол равен вот этому. Вот это мне дано. Как объяснить, является ли эта фигура параллелограммом или же может не являться? Проведем диагональ. Провели. И по свойству параллелограммом стоп. А как это? Если мы хотим доказать, что фигура является параллелограммом, как это мы можем использовать свойства параллелограмм? Там другая вроде задача, и вот там наоборот. Нет, еще раз. Вас спрашивают, есть ли есть фигура, в которой противоположные углы равны и другие два тоже равны? А, нет, тогда... Нет, вы не спросите другая. Все, садитесь. Не решили? Противоположные углы да. А почему стороны равны? Если бы мы знали про стороны, то да, тогда все бы вы знали. Но про стороны мы пока не знаем. София, да? Смотрите, берем две параллельные прямые. А мы не знаем. Нет, смотрите, альфа и бета в сумме дают 108 градусов. Да. Смотрите, туда 2а плюс 2. Если в четырехугольнике сумма всех углов равна 3010, значит... Не если. А в любом четырехугольнике сумма величин всех углов 360. Это правда. Это мы много раз обсуждали. То есть бета, то есть бета, то есть бета плюс 2а. Альфа плюс бета плюс альфа и плюс бета сумма всех четырех углов. это будет сколько? это равно 360. правильно, потому что четырехугольник легко составить из двух треугольников, а в каждом треугольнике сумма густоусти. верно, значит? значит альфа плюс бета равно 180. правильно, пополам идет. а значит? значит, если тут альфа бета и тут альфа бета, значит эти стороны равны. нет, не равны. параллельны. ребята, это важно обсудить. давайте вспомним, в каком случае мы помним, что обязательно прямые параллельны. если вот эти углы равны. казалось бы, у нас картинка другая. у нас есть вот здесь вот какой-то угол альфа, здесь вот есть какой-то там угол бета. но мы же про них помним, что только что мы поняли, что альфа плюс бета 180. если продлить вот сюда, то здесь будет как раз угол альфа. согласны? а если здесь альфа и это альфа, то это получается та самая картинка. видите? такая же ситуация. ну если угодно, можно продлить здесь вертикальные углы. ну, в общем так, получается ровно то же самое. значит, действительно параллельны. параллельны вот эти стороны. вот это и вот это. хорошо. все все поняли? чтобы доказать, что в случае равенства положенных углов фигура обязательно программа, мы применяем теорему о сумме углов четырехугольника. получаем, что сумма соседних равна 180. и дальше применяем вот эту картинку. получается, что прямые параллельны.